Таким образом, глобализация и подчинение бедных стран диктату транснациональных корпораций становится одной из ключевых причин голода в современном мире. Отношения свободного рынка, как обычно, позволяют сильному и богатому наживаться за счет бедного и слабого. Но проблема тут лежит не только в морально-нравственной плоскости. Одновременно она отражает неэффективность рыночных механизмов в распределении благ. В то время как 700 миллионов человек на планете голодают, а 4 триллиона не могут позволить себе качественного питания, в мире ежегодно пропадает около трети произведенного продовольствия. По оценке ООН, в 2018 году было безвозвратно утрачено 1 миллиард 300 миллионов тонн еды. Схематично эти утраты можно изобразить так. Сначала из общего урожая вычитаются продукты, не предназначенные для питания человека, например, корма, семена или энергоносители. Из полученного объема выделяется съедобная часть. Ее принимаем за 100% произведенных в мире пищевых продуктов. Часть из них теряется на этапе сбора урожая. Еще какая-то доля пропадает при хранении и транспортировке, а также переработке. Далее часть теряется на этапе ритейла, то есть в супермаркетах, которые не смогли реализовать товар. И, наконец, еще некоторый объем еды пропадает в процессе потребления. Например, когда забытая в холодильнике банка шпрот начинает подавать признаки жизни. Все эти вычеты объединяются под единым понятием продовольственные потери и пищевые отходы. К потерям относится то, что пропало до попадания в супермаркет или ресторан, а к отходам все, что после. Так, в США потери и отходы овощей и фруктов составляют целых 66%, причем большая часть приходится на продажу и потребление. В Европе безвозвратно пропадает 36% рыбы и морепродуктов, опять же преимущественно на этапе ритейла и потребления. Объяснить такую расточительность несложно. Значительная часть продовольствия завозится в западный мир из бедных регионов, где, как было показано выше, цены находятся на уровне значительно ниже средних по миру. А значит, нет никакой экономической необходимости уберегать их от порчи. В результате в региональном разрезе складывается следующая картина. Продовольственные потери на этапе производства, хранения, транспортировки и переработки в расчете на душу населения в бедных и в богатых регионах примерно равны. Это объясняется пределами современных технологий. А вот по размеру пищевых отходов богатые страны многократно опережают бедные. Так в США на этапе продажи и потребления утилизируется в 16 раз больше еды, чем в южной части африканского континента. Например, маркетинговые стратегии крупнейших торговых сетей не позволяют пускать в реализацию уродливые овощи. Так называют те плоды, чей внешний вид недостаточно привлекателен для того, чтобы разместить их в торговых залах. Ну или же когда сами потребители не желают покупать странного вида морковь. Это приводит к тому, что, к примеру, в Великобритании в утиль отправляется 25% яблок, 20% лука, 13% картофеля. Стандарты ресторанов быстрого питания также заставляют уничтожать пригодную к употреблению продукцию. Например, в Макдональдсе гамбургер, пролежавший на полке более 10 минут, отправляется в мусор. В результате компании не заинтересованы в том, чтобы сберегать продукты от потери, как на этапе производства, так и потребления. Дешевле выбрасывать еду, чем заботиться об ее экономии. Кроме того, причиной утилизации еды могут стать и традиционные рыночные проблемы, такие как кризис перепроизводства. Уничтожать продукцию, не нашедшую спроса, а обычное для рыночной экономики дело. В разгар пандемии мы вновь могли насладиться этими кадрами. Во Флориде фермерам приходится уничтожать свой урожай, потому что спрос резко упал. Роза, расскажите нам, что происходит. Это происходит прямо сейчас. Трактор буквально уничтожает кабачки и тыквы. Владелец со своей семьей работает здесь с 1948 года. Он говорит, это катастрофа. Все началось несколько недель назад, когда школы и рестораны стали закрываться, и цепи поставки были полностью разрушены. Теперь ему придется уничтожить 70% урожая. Короче говоря, голод на нашей планете – явление не только и не столько техническое, сколько экономическое. Товарно-денежные отношения и прибыль, как единственная цель любой хозяйственной деятельности, сначала изымают у нищих регионов продукты, а затем уничтожают часть из них. Это приводит к бессмысленным тратам природных ресурсов, удобрений, воды, человеческого труда и не позволяет решить проблему голода, несмотря на то, что уже сегодня в мире производятся достаточные еды, чтобы обеспечить ею всех нуждающихся. Мировая общественность в лице ООН регулярно выражает озабоченность как ростом голода, так и образованием огромных пищевых отходов. Но не имея смелости назвать истинную причину сложившихся проблем, бесчисленные эксперты по традиции призывают нас начать с себя. Покупать только необходимые продукты, неправильно их хранить, не брезговать некрасивыми фруктами и овощами, не выбрасывать остатки пищи, а убирать их в холодильник. И еще не забудьте про ценный лайфхак от Организации Объединенных Наций. Организуя вечеринку, заказывайте еды на 10-15% меньше, чем это нужно для запланированного количества гостей. Так вы сможете не только сэкономить, но и убедить себя в том, что помогаете голодным африканским детям. Впрочем, ясно, что такими мерами решить проблему голода невозможно, оставаясь в парадигме рыночной экономики. Неэквивалентные обмены, глобальная эксплуатация, образование монополий и монопсоний, перепроизводство, инфляция. Это не просто следствие жадности корпораций и неуемных аппетитов их владельцев, хотя, конечно, ответственность с них снимать нельзя. Рынок просто не способен работать иначе, а указанные проблемы вовсе не являются случайной девиацией. Это необходимое условие накопления капитала, главного закона рыночной экономики, в соответствии с которым происходит ее воспроизводство. Кстати, об одной из сторон такого явления мы рассказывали в ролике об эксплуатации Африки европейским капиталом через финансовые каналы. Ссылка будет на экране. Решить проблему голода на земле и тем самым сделать шаг по пути социального и научного прогресса можно уже сегодня. Производительные силы достаточно развиты для того, чтобы сделать нехватку продовольствия пережиткам прошлого. Но для этого необходимо отказаться от архаичных, давно утративших свое прогрессивное начало производственных отношений рынка. Заменить свободное ценообразование трансферным, обобществить монополистов и направить их прибыль не на пополнение частного кармана, а, например, на развитие технологии. Которые позволили бы снизить потери продовольствия во время транспортировки и хранения. Короче говоря, Карфаген должен быть разрушен. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ